На базе Кибастузской городской больницы открылась детская стоматология для детей с особенностями физического и элементального развития. Созданы все комфортные условия, чтобы адаптировать ребенка к приему. Официально у нас кабинет открыт с 2024 года, это официально. А вообще мы до пандемии тоже работали, принимали детей. Дети особенные, дети, которым требуется внимание. У нас сделан в этом кабинете хороший ремонт, проведено много оборудования для подачи кислорода, для подачи наркоза детям. В данном кабинете в рамках государственного заказа медперсоналам проводится антистресс-лечение в седации или в предельно безопасном наркозе. Но обследование маленькие пациенты сначала проходят в поликлинике по месту прикрепления и в случае необходимости направляются на лечение в горбольницу. Обследуют детей в поликлинике. После того, как они обращаются в поликлинике, дети приходят к нам в стоматологию. Мы смотрим непосредственно с анестезиологом и реаниматологом, осматриваем им, назначают реаниматолог анализы, какие нужно сдать. А потом они уже с этими анализами приходят сюда. Стоматолог обследует полсерта, обследует зубы, в каком состоянии, какой объем работы нужно провести с ребенком. Это может быть внутривенный наркоз, это может быть седация, это все выбирает врач-анестезиолог, реаниматолог. К каждому ребенку это отдельный подход, потому что они у нас особенные, у них еще есть много сопутствующих заболеваний. Поэтому мы должны осматривать этого ребенка, собрать полностью анализ, жалобы узнать, какие сопутствующие заболевания у ребенка посмотреть. Только после этого мы берем ребенка под седацию или же наркоз. Мы здесь оказываем помощь стационарно-стоматологическим больным, экстренное плановое оказание, удаление зубов под наркозом, под интервеном, под общим наркозом, воспалительное заболевание челюстно-лицевой области. С обращением о том, что особенные дети нуждаются в специальном зубном кабинете, в приемную партии Аманат обратилась мама, воспитывающая аутичного ребенка Айжан Куртибаева. Исполнительный секретарь местного филиала партии Мария Маликова взяла вопрос под личный контроль. Благодаря этому отныне дети могут получать комфортные условия для лечения зубов. По словам главного врача Мухаммед Каира Андосова, это уникальный кабинет по Павлодарской области. Вы знаете, что данный вид услуг сегодня оказывается на платной основе в крупных городах. Стоимость дохода до миллиона тиге. Понятно, что это сумма зачастую неподъемная. Более того, она оплачивается, скажем, из скромных доходов этих людей. Райхан Диадимов со своей командой – это высококвалифицированные специалисты. Экстренную помощь в городе оказывают только они. Поэтому думаю, что проблема на данный момент у нас решена. Ну, вкратце так вот. Значит, это работа. Мы уже проводим. Детей уже принимаем. Учитывая особенности маленьких и юных пациентов, зубной кабинет совмещен с палатой отдыха, где созданы все условия для комфортного нахождения до и после лечебных процедур. Спонсорскую помощь в дооснащении кабинета оказал президент Федерации по Казах-Кресе по городу Икибастузу Оренбасар Алеев. Помимо всего прочего, он подарил телевизор в кабинет. Размер. 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 Когда наши партийцы, мы обратились к ним и понимали вопрос о том, что необходимо нам помочь по бытовой технике, оснастить комнату мамы и ребенка. Они откликнулись. Я благодарна. Всегда находите время, находите возможности, чтобы поучаствовать в таком благом деле. Я думаю, что сегодня действительно особенность Икибастуза в том, что, наверное, только сегодня в Икибастузе, я не говорю про повлада, оказывается данный вид услуг. Потому что другие города-районы, к сожалению, пока еще к этому не пришли. Мы очень счастливы, что у нас теперь есть такая возможность лечить зубы под наркозом. В нашей детской городской больнице у нас открылся кабинет детской стоматологии для особенных детей и для всех детей с инвалидностью, которым нужно именно лечение под наркозом. Поэтому огромная благодарность всем, что дали нам такую возможность. И наши дети теперь, можно сказать, защищены в безопасности. Спасибо.